Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова. Смотрите сегодня. Сбил насмерть и скрылся. Один человек погиб в результате ДТП под немой. У меня в ящике стола лежит пакет с порошком белого цвета вещество, предположительно амфетамин. Получил подозрительное письмо. У меня имеется по себе не вступление письма, потому что я не знаю, что в нем находится. Так что смотрите сами. Кировские полицейские поймали 56-летнего наркодилера, который торговал ЛСД через интернет. Пятеро погибли, еще двое госпитализированы. В поселке Кикнур произошел серьезный пожар в жилом доме. Все? Все, глуши, закрывай, ключик и доставай. Все, приехали. Ну, доставай. На улице Орджоникидзе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Ниссана. Один человек погиб в результате ДТП под немой. Там неустановленный водитель сбил 20-летнего молодого человека. Полицейские объявили водителя в розыск. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Это трагичное ДТП произошло 14 октября в час 50 на 19-м километре дороги Керчан и Нема-Кельмесь. Судя по последствиям, водитель на огромной скорости сбил человека. В Немском районе на проезжей части был обнаружен труп 20-летнего мужчины с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Розыск неустановленного водителя находится на контроле у руководства областной госавтоинспекции. В Яранском районе 66-летний пенсионер устроил ДТП с пострадавшим. По предварительным данным ГИБДД, водитель Гранта на перекрестке повернул налево и не пропустил встречный «Шевроле Ланос». От удара обе машины оказались в кювете, травмы получила пассажирка иномарки. Еще две машины столкнулись в Словацком районе на 620-м километре дороги Кострома-Шария-Киров-Пермь. По предварительным данным полиции, водитель 12-й не соблюдал дистанцию и врезался в ладу Гранта. Автомобили получили повреждения, пострадавших нет. На улицу Шельпиковский в Кирове в ДТП попал водитель Hyundai Solaris. Он не справился с управлением. Машина сначала наехала на бордюр, потом покинула пределы дороги. Медиков на место аварии не вызывали. На трассе Киров-Пермь произошло курьезное ДТП. По предварительным данным ГАИ, водитель МАЗа ехал в сторону Кирова и вдруг отпала одну из колес грузовика. Оно покатилось на встречную полосу и столкнулось с Ниссаном. К счастью, никто не пострадал. По словам водителя МАЗа, незадолго до аварии он проверял техсостояние машины. Все, в том числе и колеса, было исправно. Сергей Пичугин, место происшествия. Кировские полицейские поймали 56-летнего наркодилера, который торговал ЛСД через интернет. Мужчину задержали на почте с подозрительным письмом, внутри которого были марки. Как выяснилось, эти марки с сюрпризом. Подробности в нашем следующем материале. Меня взяли за употребление наркотиков. 56-летний Виктор, пожалуй, самый добродушный наркодилер. От полицейских мужчина ничего не скрывал. Дал, как говорится, полный расклад. Марки с ЛСД впоследствии, как выяснили оперативники, это была только часть крупной партии наркотиков, которые распространял Виктор. Я заплатил 5000 рублей, они на эту сумму прислали. Я не знаю, как там они даже, я с ними никогда раньше дела не имел. А дома сколько наркотиков? Дома, ну, где-то порядка 40 грамм амфетамина и бутеррата совсем много, там, жидкости грамм 25 грамм. В квартире у задержанного провели обыск. Наркодилер не скрывал свои запасы порошка, который продавал через интернет. У меня в ящике стола лежит пакет с порошком белого цвета, вещество, предположительно амфетамин. Порошкообразное вещество белого цвета. Также оперативники изъяли у 56-летнего мужчины сотовый телефон, компьютер, записи с географическими координатами и кое-что запрещенное растительного происхождения. В его квартире были изъяты наркотики синтетического происхождения трех видов – ЛСД, амфетамины, бутерраты. А также был обнаружен куст конопли. Какие наркотики вы употребляете? На время следствия Виктора арестовали. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Моя большая оплошничная преступление, можно сказать, перед обществом, что я повелся на это. Но я полностью сейчас осознаюсь. Михаил Вагин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама, и вот что вы увидите после нее. Пятеро погибли, еще двое госпитализированы. В поселке Кикнур произошел серьезный пожар в жилом доме. Пришли в гости и расправились с хозяевами. Жители Вязкополянского района предстанут перед судом за убийство супругов. Все, глуши, закрывай, кучики доставай. Все, приехали. На улице Арджиникидзе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Ниссана. Поехал на желтый. Капец. На улице Воровского камера зафиксировала касательное столкновение кроссовера и белой иномарки. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Пять человек погибли в пожаре в поселке Кикнур. Трагедия произошла в ночь на 15 октября. Изначально компания женщин и мужчин распивала спиртное в доме. Все подробности в рубрике «Сводка». Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в поселке Кикнур. В ночь на 15 октября в одном из частных жилых домов произошел пожар. В результате происшествия в огне погибли пять человек. Две женщины и трое мужчин. Еще двое мужчин госпитализированы. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное курение в пьяном виде. Известно, что накануне произошедшего компания распивала в доме спиртное. Назначенной экспертизой ведется следствие. Двое жителей Вескополянского района предстанут перед судом за убийство супружеской пары. Преступление произошло в июне этого года в деревне Средняя Тойма. Двое мужчин 43 и 26 лет были в гостях у супругов. Все вместе распивали алкоголь, а затем поссорились. После этого гости взяли нож и отвертку и несколько раз ударили ими хозяина дома. 53-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленники поняли, что жена погибшего стала свидетелем, поэтому расправились и с ней. 49-летняя женщина скончалась от ножевых ранений. После этого гости забрали у хозяев 7 тысяч рублей, сожгли свою одежду и обувь, надели вещи хозяев и скрылись. Оперативники в короткие сроки вышли на мужчин и арестовали их. В ходе следствия они признали вину. Уголовное дело направлено в суд. Кировские полицейские разыскивают кировчанку, подозреваемую в совершении мошенничества. 39-летняя Анастасия Рухлова скрывается от органов следствия. Если вам известно о местонахождении разыскиваемой, сообщите информацию по телефонам на экране. Конфиденциальность гарантируется. Алина Котрихова, место происшествия. Поехал в пьяном виде даже после ДТП водитель Ниссана на улице Орджоникидзе. По словам очевидцев, мужчина устроил во дворе аварию, но потом сразу сказал, что машиной не управлял. Свидетелей было мало, да и внешность виновника они плохо запомнили. Определить его не получилось. Правда, уже после разборки водитель иномарки все равно поехал под шофе. Кадры задержания в сюжете Павла Москвина. По словам очевидцев, водитель Ниссану оценил минимум одну машину, а мог еще несколько. Полицейские приехали, когда на месте ДТП убитого Ниссана был некто Амиран. Мужчина вино отрицал, но себя за что-то критиковал. Инспекторы и очевидцы предупредили Амирана, чтобы в таком состоянии на машине он не ехал, но тот их не послушался. Вопрос с Амираном после остановки был риторическим. Кто около часа назад устроил ДТП на этот вопрос, мужчина отвечать не захотел. Я вижу, у вас машина там спереди разбита. Где разбили? Амиран? А? Ваш автомобиль? Нет. Чей? Амиран, водитель скотого? Есть у вас? Интересный метод прохождения экспертизы Амиран продемонстрировал в ГИБДД. Руками не трогай, дуй так. Ты не носом дуй, а ртом. А, ртом? Ртом. Еще дуй. Прервал, молот. Еще, 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 еще. Все, я сиди. Не хватило. Чуть-чуть не приду. Еще? Еще. Еще дуй, 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 дуй. Все, достаточно. Мужчина явно не хотел, чтобы результат экспертизы увидел кто-то, кроме полицейских, и пытался с собой закрыть прибор. Дожди, вам понятым не видно. Результат вот. Так, результат один, 388 миллиграмм набит. Скорее всего, мужчине предстоит еще одна встреча с полицейскими. Наверняка владелец битого авто захочет выяснить, кто устроил ДТП. Сергей Пичугин, Павел Москвин, Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не приключайтесь и смотрите далее. Поехал на желтый. Опа. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Капец. На улице Воровского камера зафиксировала касательное столкновение кроссовера и белой иномарки. Камикадзе на четверке. На трассе Вятка водитель ВАЗа чуть не спровоцировал лобовое столкновение с Ауди. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Воровского камера зафиксировала касательное столкновение кроссовера и белой иномарки. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Воровского водитель кроссовера поехал на желтый сигнал, а водитель на белой иномарке решил проскочить перекресток. Капец. На улице Ленина произошло небольшое ДТП. Две иномарки выезжали на главную дорогу, но женщина-водитель не убедилась в безопасности маневра и отъехала назад. На трассе Вятка водитель ВАЗа чуть не спровоцировал лобовое столкновение с Ауди. Водителю иномарки пришлось уступить дорогу нарушителю на четверке. На дороге под Горянко-Шихово водитель Нивы с Шевроле пошел на обгон и не заметил машину с камерой. В слободе Сашей не автобус 87 маршрута не уступил дорогу пешеходам. На улице Московской водитель на Форде не понял, что нарушает правила. Такой маневр на перекрестке с Октябрьским проспектом запрещен. На улице Ленина автомобилисты объезжали белый пол, а который без водителя выехал на дорогу. По словам автора видео, скорее всего водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Михаил Вагин, Место происшествия. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.